Ну, ребята, это точно не виски, это просто спирт, подкрашенный красителем, какими-то ароматизатором. В контакте с дубом, ну что это значит? В каком он был там в контакте? Может быть, одну дубовую доску бросили на 30-ти тысячную емкость, понимаешь? И все, он был в контакте. Все, был в контакте, был. А пятый образец-то, слушай, язычок заплетается. Называется скотч-терьер. Ну, скотч-терьер, ну что тут рассказывать? Скотч итерьер. Собачка. Это номер один. Однозначно. Вообще. Вот, вот. Ты знаешь, прям попал и там, и там прям. И прямо послевкусие, как надо, прикинь. Так, ну что, поехали. По многочисленным просьбам трудящихся. И отдыхающих. И отдыхающих, крепкие напитки. И не просто напитки крепкие, а виски народные, я их назвал. Потому что у нас теперь, Коля, что? У нас есть гост. Я сейчас покупал в Ашане авиапарк, значит, стоит такой, то ли это аджик, то ли кто-то, значит, разбирается. Вот, подходит, значит, к нему парень такой, ну, средних лет такой, ну, нормальный парень такой. А вот сейчас есть Глинфидит. Что? Гринфейн? Нет, Глинфидит. Что? Не понимаю. Идите, посмотрите, виски там. Ну, что, виски приходишь, там есть Dior's, там, еще там пару брендов. И все, то есть вот это изобилие брендов, оно исчезло. Вот, и оно, в принципе, ну, это как бы хорошо и плохо. Вот, поэтому я пока покажу витрину, покажу вот это, как я покупал. Вот так теперь выйдет в Ашане авиапарк, бутик, которым подаются дорогие позиции, да, там, виски, вино дорогое, то есть вино тут от полторы тысячи. Ну, и коньячок теперь стоит денег. Да, тут арманьяк, ром. Классная история. Вот, а вискари перемешанные, дорогие зарубежные, все-таки, те, которые еще остались в нашем, на нашем рынке, да, розвитые за рубежом. И наши, те, которые развиваются у нас, в России уже, в Москве или там, в Ставрополье. Такая история. Вот, соответственно, по ценам тоже различие, да, то, что розвит там, сразу скачок вверх, да, там взять вот. Самый простой, базовый диоз. Вот, он стоит уже 2,180, да. Тут же рядом стоит что-то, что сегодня я пробовать, видимо, не буду уже, вот. Но это явно розвит в России, точнее, там, даже не буду смотреть, где. Кажется, это в Ставрополье тоже разливает. Вот, вот такая вот история. Мы возьмем, попробуем с вами, вот отсюда чего-нибудь. С этих нижних полочек, вот такой какой-то интересный напиток, где стоит чушь. Посмотрим, что за чушь. Ну, как-то так. Еще надо поставить в отдельную кассу, пробить в очереди. Женщина не торопится. Не знаю, что перед Новым годом будет. В принципе, бояться, наверное, что украдут драгоценные все эти. Ну, вот, вино, как видите, рейтинг, пожалуйста, вам, Германия, карта. Красивый бутик, но могли бы сделать две кассы. Ашан-авиапарк. Сделайте две кассы, пожалуйста. Значит, все это подрежу, подмонтирую. Но сейчас суть в чем? В том, что мы будем испытывать нашу промышленность. На себе. Да, на себе, да. Эксперимент. Почему? Потому что мы знаем, что уже достаточно давно, например, Вильям Лаусенс разливается в России. Судя по его цене, я его никогда раньше не пробовал, но судя по тому, что я видел, он... Сейчас ты увидишь совершенно четкую градацию. То есть, все, что разливается в скотч, это от 1200 и выше. Ну, за пол-литра. А все, что разливается в России, оно стоит дешевле. Поэтому можно даже сразу контрик не читать. Если дешевле, значит, оно в России. Но, тем не менее, это продукт висковый. Он, как бы, многие делают из привезенных материалов. Просто будем сейчас пробовать, не будем задерживать внимание наших зрителей. Вот. Но, Коля, я привез тебе дегустационные бокалы. Вот такие. Вот видишь, они. Я прям делал. Там специальные, да? Да. Ну, мы сейчас будем туда наливать и разговаривать, и обсуждать. Значит, теперь... И, Коля, значит, что... Я тебе разорю твой бар. Я слышал, у тебя есть 18-летний Чивос. Или, как правильно говорить, Шивос. А Шивос Ригл. Оказывается. Да, оказывается, Шивос. Шивос. Шигеды. Есть, есть. И сейчас вот буквально, так как мы все-таки скотч пьем, у нас же... Ты просто покажи зрителям все это. Видит, у нас там килты, вот сейчас прямо из Килта. Покажи зрителям все это настоящее. Настоящее Шивос. Подарены, да. Только что открыл. Мы не будем сравнивать с Шивосом, Чивосом вот эту всю историю. Мы просто немножечко откалибруемся. Потому что нам же нужно... Зададим эталон. Да, да. Точку отсчета. Зададим эталон, который нас будет сопровождать в этой дегустации. Юрий Михайлович, сколько наливается в такую? Ну, вот по чашечке, ну, где-то так вот. Понял. Да, да, да. Чтобы он мог раздышаться нормально. По самой Шивос. Да, да, да. Нормально, нормально. То есть, какую-то драгоценную жидкость ее надо беречь, я думаю. Так вот, поехали. Значит, что мы... Во-первых, дегустация крепких, это сегодня дегустация вин. Вот. Ну, ты можешь меня что-нибудь спросить, чем отличается, Я хочу спросить, во-первых, советую, с чего мы будем начинать. Я имею в виду дегустировать. Смотреть, вдыхать, сразу заливать. Не-не, смотри. Ну, вообще, ну, я быстренько объясню кратко. На самом деле, есть там две техники. Одна из техник, это когда добавляют воду. Ну, мы с тобой не опустимся до таких низостей, да, добавлять воду и виски. Ну, на самом деле, капелька воды, буквально прям берешь пипеточку, капаешь и лучше воспринимается, потому что и вкус не такой обжигающий. И все свойства ты сразу можешь увидеть. Ну, вообще, виски и вода дружат, потому что все равно ты понимаешь, что дистиллирование, оно происходит до там высокого очень градуса, где-то 7-70. И потом виски доводятся до нужной крепости, до 40 градусов, доводятся водой, просто разводятся. Вот поэтому такого ничего нет. Здесь, значит, коренное отличие в чем? Во-первых, бокал, ну, здесь точно так же мы смотрим на цвет, можем как-то его характеризовать, но он не бывает хороший или плохой, он просто бывает красивый, некрасивый, тебе нравится, не нравится. Вот этот янтарный, например, можешь сказать, там, или там... Помидовый. Да, какой-то такой. Вот. И мы не пихаем нос туда, вот как бы в этом... Ну, потому что оттуда спирт сразу... Да, ну, просто можем вот так вот... Если у нас правильный бокал... Как учили на химии. Да, вот этот цельпановидный бокал дегустационный, то у нас, в принципе, вот он, видишь, уже сразу прекрасный пошел уже аромат. Удивительный такой нос, цветочный, фруктовый. Ну, это те ожидания, которые уже нами оправданы. Знаешь что, Николай? Извините, у меня опять сливочное что-то. Может, это после 18-кратного микрона? Ириски, ириски могут быть. Ириски, ириски, кстати, да. Ну, да, карамель. Ну, здесь очень богато, здесь есть и Лауленд, и Хайленд, и так далее, то есть... Не выражайся. Ну, есть несколько стилистик, вискаря. А, Хайленд, горные. Да, там, равнинные, есть островное. Островное – это торфяночка, которую мы любим все. Часто ее, в общем, любит народ в односолодовых виски. Знаешь, что я предлагаю, Коль? У меня какая идея? Давай мы вот эти две рюнки будем использовать как полигонные, а эту, как, так сказать, как эталонную оставим, ее где-то так спрячем для себя, так сказать, припрячем в какое-нибудь хорошее место, потому что он только начал раскрываться. Если мы сейчас, ведь целый час будем тут раскрывать с тобой 18-летний Чиво, с родителями, народ нас одобрит. Я благодарю, кстати, зрителей первого ролика нашего с Николаем, и как вы видите, мы работаем с отзывами. Прикрыли. Да, в Курпаке. Во-первых, с наступающим, ну и вот по традиции, по доброй, заданной, так сказать, нашим великим Черским. Значит, давай как, Коль, начнем. Я вот нашел такой напиток, обнаружил в Ашане авиапарк. Еще что-же, что внезапно. Да, ты в очках, вот, ты будешь у меня читать. С выражением? Я разолью. Ну да, с выражением, а то ты с выражением читал, и было не очень хорошо. Вот, то есть поехали. Поехали дегустировать. Поехали. Цвет совсем другой. Ну, честно говоря, да. То есть вот это чувствуется, что, как говорится, здесь... Карамели пожалели. Что, я глупость сказал? Да нет, просто я просто прям по первому носу, честно говоря, ничего общего с, так сказать, великими идеалами типа Сиваса, да и вообще с виски это не имеет. Но он вообще не пахнет. Но он и не претендует, понимаешь? Вот смотри. Давай, прочитай. Я мочказ, я их уже нацепил. Это не виски, это спиртной напиток. И a choice with taste of whiskey free. Ваш выбор со вкусом виски номер три. Из третьей бочки. Состав. Вода питьевая, исправленная. Спирт этиловый, ректификованный под секунду. Это ректификат, это не дистиллят. Из пищевого сырья альфа, сахарный сироп, краситель, сахарный колер, простой карамель, шоколад. Энергетическая ценность, это нам уже неинтересно. Правильно? Срок годности не ограничен. Вот, извини, я перебил, потому что уже не будем затягивать, потому что я вот эту штуку покупал, вот я покажу потом витрину, врежу вот этот кусок в монтаж. То есть она просто стоит рядом с ускорями, понимаешь? Но все равно потребитель вводит в заблуждение. Но этикетка красивая, стилистика. Да, и виски, там все дела. Но, ребята, это точно не виски, это просто спирт, подкрашенный красителем, каким-то ароматизатором. В носу вообще ничего нет. Ну, хотя бы спирт альфа. Но, ребят, к виске это отношение не имеет. Я, честно говоря, даже пробовать не хочу. Можно я вылью сразу? Будьте осторожны, внимательно читайте контр-этикетку. Давайте перейдем к следующему нашему образцу. Так, Royal Hunt. Ну, кстати, я там тоже немножко контрик почитал. Royal Hunt тоже приобретал со мной в Вашан авиапарк. Я, кстати, два я купил в магните. В магните я купил вот этот. А, и, по-моему, скотч-терьер я купил в магните. Назвенеть не будет, а две звенят не так. Так, а, кстати, можно взять чистенький. Ну, не знаю. Я думаю, что... Выразиться в особо... Не перебьет то, что... По цвету он недалеко ушел от этого чуз. Да, чуз. Вот, так сказать. Ну, в принципе, молодые виски не обязаны быть слишком темными. Так что здесь, если идет какая-то попытка скопировать молодые виски, то, наверное, это история такая. Ну, сразу в первом же носе достаточно многовато спиртов, мне кажется. Нет, ну, хотя бы что-то появилось, ароматы какие-то. Ну, ароматы есть, да. Чуть-чуть различимые такие лакокрасочные тона. Значит, попытка какая-то была вот этот самый цветочный нос получить. Ну, я свое мнение могу сказать. Да, все-таки, да, народные. Какой-то химии, да. Ну, спиртовая. Ну, давай, почитай, что пишут. Что пишут. Вот что-то там. Королевская охота. Настоящий ритуал. Она считалась неотъемлемой частью. Это то, что нам с выражением считать. Теперь к порозе жизни. Состав висковый, купажированный, выдержанный дистиллят, вода питьевая исправленная, краситель сахарный колер, простой карамель Айплэн. Ну, и так далее. То есть, тут все-таки висковый дистиллят, да. То есть, уже настоящее что-то. Про выдержку что-нибудь здесь должны писать, нет? Ну, вообще. В чем выдерживают? Если шотландский дистиллят, они покупали настоящий, то он не менее трех лет должен быть выдержан. В бочке? Ну, они, вот что они написали? Ну, еще раз, прости мне. Шотландский. Какой дистиллят? Висковый, купажированный, выдержанный дистиллят. Все. То есть, какого он происхождения, непонятно. Непонятно. Дело в том, что у нас тоже есть висковый дистиллят, так называемый, в России, да. То есть, по сути, это спирт-церец, да, то есть, это, ну, немножко его ректификуют, вот, ну, очищают меньше, чем для водки. То есть, грубо говоря, это плохо очищенный водочный спирт, скорее всего. Ну, я не буду здесь... То бишь, подтверждается мое давнее мнение, что виски – это хорошо пропиаренный самогон. Ну, нет, это все понятно. Здесь не в этом дело. Давай сейчас тебя так закидают какашками любители виски, что не отмойшись, потом все жижим. Да, так вот. Значит, тут дело в чем? В том, что мы можем... Вот я тебе прислал ссылку на густ российский виски, значит. Дело в том, что у нас, в принципе, есть ГОСТ, виски российский называется. Но виски российский, чтобы написать на этикетке это, нужно сделать самим дистиллят из российского зерна, понимаешь? Вот здесь не написано, что это виски российские, видишь? То есть, это не ГОСТовая история, вот. Но они пишут купажированный, выдержанный дистиллят, как ты сказал, висковый дистиллят. Купажированный виски. Да, висковый дистиллят быть может, да. То есть, это определенное ТУ, там есть на приготовление вискового дистиллята, вот. Но он может быть сделан даже в России. Но это явно не Шотландия. Ничего здесь шотландского нет. Ну, в принципе, немножко пошел цитрус такой. Поменялся. Да, он стал получше, да, получше стал, здесь пошел какой-то апельсин. Давай-ка попробуем, наверное, на самом деле, дадим шанс ему. Коль, ну смотри, что я хочу тебе сказать. Вот во вкусе у меня сразу есть чуть-чуть прогорклых тонов. Вот. И я опасаюсь, что не очень хорошо отделены хвостовые фракции. То есть, там ненужные спирты какие-то появились. Да, ну нет, ненужные спирты, это они в головных фракциях остаются. Ну, запомнить легко, смотри. При дистилляции отделяют головы и хвосты. Головы – это то, что легче спиртов, а хвосты – это то, что тяжелее. Значит, легче – это такие высокие эфиры. Значит, они такие дают йогуртовые, она какие-то легкомысленные. Такие могут быть ягодные, земляничку какую-то давать, мыльность чуть-чуть такую. А низовые фракции – они растительное прогорклое масло. Вот если я попробовал здесь, у меня вот эти тона масла. Можешь сейчас попробовать, попробовать прочувствовать. Именно во рту они, когда дегустируешь в том. Ну, ребят, я тоже этому даже больше четырех не поставлю. Вот это провал, три, я не знаю, не хочу разбираться в сортах, как говорится. Да, не стоит. Говна, извините. Значит, эта история чуть получше. Какой-то есть даже здесь апельсинчик. Цедра немножко. Фрукт появился, пока постоял, в носу появился фрукт. Ну, вот рот для меня, хвостовые фракции, это как бы допустимо, может быть, только каких-то сложных формах мискаляк, потому что они не любят отделять. Но здесь нет. Ребят, надо использовать более чистые дистилляты. Так, ну чего, давай мы, давай, Лаусенс, давай мы, знаешь, попробуем, вот у нас, мне кажется, знаешь, давай вот так вот поставим вот этого товарища. Как это сделать? Потому что у меня есть как бы надежда, что вот этих ребят есть какой-то шанс, и они что-то еще там смогут. Приблизиться к нашему эталону, да? Да, да, давай, так, значит, вот эту штуковину я купил в магните, вот, на ней написано бурбон вискей, как положено, стирсман, стирсман, ну ты кто? Ну, ты знаешь стирсман английский, как у тебя? Ну, стирсман, как читается, представляю. Я понимаю, ну кто такой стирсман, что за человек? Рулевой стир. Да, может быть, ну давай-ка наливай, сейчас проверим, что он за стирсман. Рулит, не рулит. Рулит, не рулит, чёрт пошлёт, к сердцу прижмёт. Ох, 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 ох. Что, не приближаться, Ю? Ну, во-первых, тоже тут, может быть, опять спирт ректификованный, сейчас почитаешь мне содержимое наше, ты наш глазастый. Сейчас я очки уже надел, но, честно говоря, ну, тоже с ароматом туго, на самом деле. Ну, во-первых, очень сильно сразу прёт вот карамель какая-то, попытка вот засластить-то вот здесь. Да, состав дистилляты, висковые, зерновые, выдержанные в контакте с древесиной дуба, не менее трёх лет. Бурбон, вода питьевая подготовленная, исправленная, пищевая добавка, краситель, сахарный киев. Значит, я перед тем, как снимать этот ролик, связался со своим товарищем, не буду называть эту фамилию, потому что он мне даёт рейдерскую информацию про производство спиртных напитков. И дело в том, что, например, там написано «бурбон», я говорю, а почему там написано «бурбон» вообще? Он что, из кукурузы? Нет, нет, ну, «бурбон», к чему там это слово «бурбон» вообще вот в этом перечне, ты можешь понять? Ты вот прочитаешь, ты поймёшь, что оно там вообще ни к чему. Говорит, а так могла называться, например, фирма-поставщик. То есть, если это поставляло «бурбон», то с полным правом написано, да? То есть, это первое. Второе, например, если вы говорите, а ты знаешь, что есть зерно сорта «бурбон»? А какое зерно? Ну, вот какое, из которого делают дистиллят. Ну, то есть, там, дрожь, там, ну, это уже не важно. Пшеница «бурбон»? Ну, может, так. Зерновые должны быть. Вот, говорит, если, говорит, из этого зерна, то тоже можно «бурбон» назвать. Вот, в общем, ребята, наверное, использовали «бурбон» просто как красивый. Первое слово. Ну, кстати, запах, не знаю, у меня какие-то ассоциации пошли, извините. Нет, на самом деле, они пытались подражать классическому «бурбон», «бурбоновскому органолептическому профилю». Да, то есть, мы знаем, что у нас, что у нас главное в «бурбоне» – это сладость, понимаешь, это сладко. Просто, как бы, американцы, вместо того, чтобы делать, там, две-три перегонки, они просто брали и улучшали уже готовую, там, севуху, да. Их слишком сильно гоняли, у них не было времени. Слушай, ну, я «бурбоны» вообще не очень люблю и, прямо скажем, не люблю. Сейчас меня опять себе порвут любители «бурбонов», потому что я вообще не люблю несоложенное сырье, да. Да, и все, что добавление, там, кукурузы, риса и прочая история, для меня кажется каким-то варварством, кощунством. Вот, поэтому скотч – это вершина, так сказать. Вот, давай, на всякий случай, сейчас я понюхаю нашего «шилоса», чтобы, как говорится, он сейчас уже такой пошел, ваниль у него такая пошла раскрываться. Так вот, ребята, давайте двигаться дальше, но здесь была попытка сделать «бурбонный вкус». То есть, это сильная нота такая сладости, какой-то обожженной бочки, ну, а обожженной бочки тут и не пахнет. Ну, они бы пытались, вот, добавив какую-то карамель или что-то такое, вот, сладкий краситель. Сейчас, подождите секунду. Кстати, а вот на вкус, дайте, да, даже лучше, чем… Он приятно обжигает, да, ну… Он в то же время довольно мягкий. Да, у него достаточно, односложный, конечно, аромат, но «бурбонный» не должен быть, как бы, прям, сложным. Я не верю, не верю в сложный «бурбонный». Аромат, я просто скажу, аромат мне не понравился, вот, просто, вот, совсем не понравился, не знаю почему. Ну, да там нет никакого аромата, потому что, Коль… Ну, извини, у меня какой-то резина. Идет какая-то, да, какая-то такая нехорошая тональность вообще, какой-то резина или что-то, черт, чего такое. Не резина, вот у меня… Не запах резины, ассоциация с резиной. Может, они пытались бочку изобразить, я не знаю, что они хотели вообще сделать. Ну, написано «ВКонтакте с деревом», «С дубом». «ВКонтакте с дубом» – это очень такое, знаешь, хитрое расплывчатое понятие, понимаешь, «ВКонтакте с дубом». Ну, что это значит, в каком он был там «ВКонтакте»? Может быть, одну дубовую доску бросили на… Щепку. Тридцатитысячную емкость, понимаешь, и все. А он был «ВКонтакте». Был «ВКонтакте», был. И даже долгое время. Да, да. Сейчас я, подожди, нюхну Шивоса. Ты мой хороший. Поведил юстировку, да? Ну, он же такой, знаешь, пошел каким-то нугой такой, вот он пошла, такая рисочка. Кстати, вот, сливочность усиливается. Усиливается, да, кстати, да. Цветочные уже ушли. Легкие они, цветочные самые легкие эфиры, они сразу подымаются, и нет их. Вот. Так. Продолжаем. Продолжаем разговор. Так, ну что, ну это может что четверочку дать за вкус или что? Эксперты? Ну, я не дам четверку, почему? Потому что, ребят, ну тогда напишите, что это там, не знаю. Настойка горькая, со вкусом виски, да. То есть, ну не пишите бурбон, как бы, ну это не бурбон. То есть, тебя обидело именно такое неправомерное наименование? Да, сейчас я, даже на своем конкурсе, я буду пытаться найти, как бы склонять и вывести современное производство крепких напитков в такое русло, чтобы люди отвечали за то, что они пишут на этикетке. Понимаешь, если они пишут скотч, ну там, или пишут, что это там купажирные шотландские виски, ну пускай это будет хотя бы отдаленно похоже на шотландские виски. Должны быть цветы, должен быть, может быть, какая-то торфяная нота, может быть, фруктовая нота, медовая нота, ну никак не должно быть какой-то резины. Ты все это мне не показал. Это вообще ужасно. Да, вот это вот то, что мы пробовали первое, это просто спирт, просто спирт. Ну, подкрашенный, да, то есть, ну, зачем? И это стоит все, ну, люди приходят, все-таки они там покупают, они захотят выпить виски, придут, нальют бокал. А им не принесет. Не знаю, ребята. Так, поехали дальше. Давай начнем, наверное, с Вильям Лансенс, потому что это очень распространенно. Да, эта история, она, в общем, везде есть. Они уже давно его разливают на заводе, на российском, в Подмосковье. Это проект, компания по карте, который принадлежит бренд. И они, ну, его запустили гораздо ранее, чем началась вся эта история с санкциями. Ну, давай пробовать, да, вот. Вот теперь, да, теперь пошла, пошла массовочка. Чувствуется рука специалиста, который расставил в правильном порядке. Да, ну, на самом деле, испытания еще про Фоллерс предстоят, ну, посмотрим. Значит, ну, ребята, что мы хотим сказать, что он проигрывает точно нашему эталону, не будем его упоминать в суе, по концентрации, согласись, да, концентрация не такая сильная. Вот отсюда я его еще не ощущаю. Нет, я уже ощущаю, он пошел, но он как будто, знаешь, как будто это еще не выросший крутой вискарь, да, то есть все у него есть, но в меньшей мере. Ну, грубо говоря, как будто разбавили нормальный вискарь какой-то там. Ну, уже букет какой-то. Подразбавили водой, букет есть. Ну, во-первых, после этих ребят… Не односложный. Ну, после этих ребят, прости меня, тут уже что угодно тебе букетом станет, понимаешь. Ну, вот, и здесь, ну, ребят, ну, блин… Пробовать можно уже? Да, давайте, прям хочется уже, да? Ну, вот запить вот эту историю. Аромат уже провоцирует. Да? Это соленый? Нет, 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 солененький. Солененький пойдет. Дайте, Коля готовил закуску к этому, к нашей вечеринке. По какому принципу культу вообще? Ну, форшмак, например. Я залез. Потому что евреи пришли в гости. Ну, и поэтому таки тоже. Просто я сам люблю форшмак, во-вторых, он несложно готовится. А в-третьих, рыбка. Рыбка. Мне кажется, что рыбка… А рыбка что? Ну, селедка. Рыбка, мне кажется, она неплохо… Ну, Жиколь, ну, я не знаю, то ли мы такие добрые стали, вот, но… Оттеняет. Да, он после вот этих первых трех, вот, он, честно говоря, просто вот прям радует. Да. Он невеликий, у него нет какой-то там максимальной сложности, но это точно уже вискарь. Это точно скотч. Можно употреблять. Да. Однозначно. Это, во-первых, это, скорее всего, точно привезенные спирты из Шотландии. Ну, я слышал, что сейчас есть определенные трудности в доставке этих спиртов. Вот. И… Ну… Что там написано, почитай? По-русски. Сначала то, что по-русски написано. Виски, купа… Виски. Угу. Купажированный, Вильям Лоусом, не менее трех лет выдержки. Состав. Вода питьевая, висковые, висковые, зерновые, выдержанные дистилляты. Висковые, спиртовые, выдержанные дистилляты. Угу. 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 То есть… Ну, понятно. Ну, ребят, ну что, в принципе, если мы возьмем вот этот, например, напиток, там тоже написано там какие-то висковые дистилляты. Ну, как бы, и это висковые, и это висковые. Ну, это висковые, а это витероги висковые. Но есть нюансы. Нужна для того, чтобы, как-то сказать… Ну, короче, найти виски. Разлитые в России. Которые можно назвать виски. Да. Которые можно назвать виски. Понимаешь? И которые будут с достоинством, ну, нести это высокое звание виски. Ой, ребята, демократы, не знаю. Я не хочется, я, честно говоря, не хотел делать там какой-то экскурс по виске, какой-то делать там образовательное. Ну, просто мы ищем. Я же экспериментирую. Я иду на охоту, копаюсь в этих витринах, нахожу образцы. Думаешь, я надеюсь. Вот это тоже разлито, разлито в России. Называется Фоллерс. Ну, сейчас мы немножко начнем нюхать, и потом почитает Коля. Угу. Сегодня я с буквами дружу. Рисковатый тон. Ну, скажем. Ну, я ничего рискового особо страшного не почувствовал. Ну, здесь есть, кстати, такая приятная, немножко сладкая нота. Заметь карамель. Да, карамельная. Именно карамельная. Причем она напоминает, эта карамель напоминает поджаренные, сладкие. Да, сладкий. Она чуть-чуть поджаренная карамель. То есть, если там была нуга, такая ириская, как бы такая. Сливочная. Сливочная, да. Сливочная. А это более такая гарная. Ну, мне все-таки кажется, что спирт немного выпирает на фоне. Ну, хотя это уже то, что можно обсуждать, по крайней мере. По сравнению с этими ребятами. Есть, опять-таки, есть букет. Да, да. Ну, может быть, это как не бак, а фича, да. То есть, это, ну, к тому же, что это люди претендовали уже на стиль какой-то, понимаешь, когда делаю этот напиток. Сливочная. Надо подождать, да. Цветочный стиль. Да, в носу. Вкус мне тоже нравится. Он обжигающий. Но, все-таки, для меня тоже здесь спиртовая доминанта больше, чем нужно чуть-чуть. Вот. Ну, тем не менее, это тоже, ну, четверка такая, нормальная. Потому что, в принципе, молодые, молодые виски не обязаны быть обязательно гладкими. То есть, они могут быть обжигающими, резкими во вкусе. Как, впрочем, и старые. Если, особенно, если это бочковая выдержка долгая, то это, как правило, и крепость выше. Аромат, вот, чуть-чуть буквально постоял и улучшается. Ну, скажем так, идет развитие какое-то. Да. Оно достаточно продолжительное. Ну, во рту не сказал бы, что восторг. Но, опять-таки, отторжение не вызывает. Есть хорошее слово, в общем, оценить. Годно. Ну, четверку проходит, мне кажется, по моему пониманию. Четверка такая уверенная, и это неплохо. Вот. Вот. Ну, кстати, неплохо оформлено достаточно, да. То есть, такая сова. Бутылка интересная, оригинальная. Да. Кстати, единственная из представленных с такой пробкой, это называется пробка типа камю. Ну, то есть, вот здесь идет полимерное материал, а здесь крышка. Это компонентная, двухкомпонентная пробка, видишь, она бывает так, она целиком вся выточена, а бывает склеена из двух частей. Вот это склеено, но это, кстати, большой показатель, потому что это недешево стоит. И учитывая то, что фавлер тоже в районе 600 рублей. Мы же еще не прочитали. Да, почитаю, кстати, да, что пишут. Мы уже просто стали профи, которым даже читать уже не надо. Мы все понимаем, да. Ну, нескольких видов, а тогда я прочитаю всю красивую легенду. Свой глубокий, избралансированный букет виски. Избралансированный? Свой глубокий, избалансированный. А пятый образец-то, слушай, язычок заплетается, да. У меня вчера сын из армии вернулся. Ну, так а что ты тогда глотай получше? Свой глубокий, избалансированный букет виски Фоллерс приобретает в процессе длительной выдержки. Особая комбинация используемого сырья и нескольких видов дуба. Обалдеть, интересно, как это идет. Ну, понимаешь, во-первых, тебе говорят, что здесь комбинируют не только спирты, но еще и дубы, понимаешь, они там меняют, один дуб принесут, этот сидит, этот дуб не подходит, надо другой. Это и на 3% больше его обжечь. Да, да. Пятилетняя выдержка идеально подойдет для застолья, встречи с друзьями и станет прекрасным ингредиентом для коктейлей. Это мы тоже примем к сведению. Состав. Вода питьевая исправленная, дистиллят висковый, зерновой, выдержанный не менее пяти лет. Краситель сахарный, как обычно. Ну, склонен поверить, да. Ну, в принципе, люди практически отвечают за то, что пишут. Ну, неплохо. А как до сих пор у нас с тобой эталон, как он дает вообще ароматику. И он начинает работать, еще не надо нос засовывать. Да, да, кстати. Он начинает даже раньше. Да, кстати, я зря по привычке, по своей винной, туда прям пихаю нос в этот дегустационный бокал, и на самом деле он прекрасно, как в парфюмерии можно его нюхать. Да. И, кстати, меняется. Ребята, не подумайте, что кто-то из этих ребят дотягивает до 18-летнего Шиваса, потому что, все равно, конечно, это уровень совершенно другой. Не дотягивает. Так, ну мы с тобой достаточно быстро идем. Я просто вот людям, которые упрекали нас в том, что долгий ролик, вот я специально что-то гоню, гоню, как-то мы даже не обсуждаем. Но вот мы работаем над звуком. Вот сейчас у нас есть такие мохнатки у каждого. Который, ну, потом узнаешь, когда ролик выйдет, прилично или нет. Вот, как говорится. Вот, поэтому, значит, теперь мы, я взял, называется скотч-терьер. Ну, скотч-терьер, ну, что тут рассказывать? Скотч-терьер. Итерьер, да. Собачка. Да. На нем, кстати, написано, вот я заметил в магазине, что многие производители, все-таки, у них рука не подымается. То есть, если они что-то там намешали, у них рука не подымается писать скотч-виски. Они что-нибудь пишут так, типа там, блондированные виски, что-нибудь такое. А эти ребята прямо написали скотч-виски, хотя льют они его. Сейчас Коля нам скажет, где? Я уже забыл. Кажется, это Альянс 1892, завод Калининграде. Вот. Ну, это почти уже, так сказать, в Европе. Черняховск. Совершенно верно. Угу. Глаза бросилась. Приступаем. Так. Ну, мы вообще, давай-ка мы с тобой все-таки чокнемся, потому что Новый год и надо как-то выпить. Я, как бы, первый нюх был ничего, поэтому я думаю, этим напитком можно и чокнуться. А потом даже и углотнуть. Да, да. Значит, ребята, поздравляю с Новым годом, с наступающим. Я очень рад, что у меня появились зрители на канале. Это еще, там, 20 тысяч просмотров, вот на этот момент, да, когда снимаем. Я просто, ну, вам очень благодарен. Я, там, все свои другие, там, проекты в описании ролика. И вообще, там, подписывайтесь и дальше, ставьте, жмите все эти колокольчики, там, бубенчики, что хотите. Я обещаю, что будут потребительские обзоры. Ну, вот, просили крепко, вот теперь крепко. Просили звук, над звуком работаем. Что еще попросите? Значит, красивую девушку, надо будет красивую девушку приведем. Да. Значит, смотри, давай, с наступающим, чтобы все было хорошо, чтобы мы тут в новогоднем виде Колю приукрасили. Прекрасно. Значит, чтобы было все хорошо и чтобы все плохое, что началось, закончилось. Чтобы плохое, что началось в этом году, закончилось в следующем бы побыстрее. Ура. Ура. Ну, ты знаешь, в принципе, в целом, вот прямо сейчас в целом, да, без вкуса, без аромата, в целом мне нравится. Во-первых, мне нравится то, что они не стали очень много колера давать сюда. Потому что, видишь, какой цвет приятный, такой натуральный, да. Мы понимаем, что вот этот цвет, он весь колером делается. Посмотри, что творится с этим напитком. В так называемом бурбоне. Да. То есть, они вот прямо хотели прямо вот показать, какой мы бурбон, класс. И бутылка такая, и упаковка. И все стилизовано. Ребята, ну вы хоть чуть-чуть кроме этого-то поработайте над содержимым-то. Ну, что вы делаете, все стараетесь, вот такие деньги потратить. Тут у вас такая она вся граненая эта горлышко. Ну, блин, ну налейте туда вкусное что-то. Сделайте нормально. Вот за такие же деньги люди делают и вкусно. Можно пить. Согласен. Это прям как монолог такой. Согласен. Пить можно. Теперь по конкретике. Я унюхал цитрусовые. Ну. Есть там? Вот скажи как. Есть, да. Я уже что-то начинаю. Грифрут. Цитрусовое. Или какое-нибудь там помело такое вот. Цитрусовое не яркое, да. Нет, ну тут помело. Тут горчи. Есть классический букет скотча, да. То есть, это выраженные. Ну, вот допустим, вот в чем хороша калибровка. Мы теперь понимаем, глядя на шедевр Пабло Пикассо, да, пускать. Или там, глядя на Рембрандта, да. Мы понимаем, чего не хватило там Сафонову, да. Поэтому, ну, как бы, здесь, да. Мы понимаем, что вот отзывки вот этого какого-то состаренного, купажированного там великими шотландскими мастерами вискаря, они есть и вот в этом продукте. Ну, извините, все стоит свои денег. Да, совершенно верно. Сегодня купить за такие деньги виски, я как бы сейчас, господи, дай бог памяти-то я… Юр, ну это во всяком случае, вот я бы это уже назвал бы виски. Да, да. Я сейчас… Я просто у меня все перемешалось уже в голове. Я же, ну, старый черт. И, как бы, мне… Вот она. Не сильно стареет. Скотч Терьер. Скотч Терьер. Ну, наверное, это уже типа премиума что-то, да. То есть, если наше вот это… Я покупал это в Магните, кстати, да. То есть, вот чтобы вы понимали. Значит, вот наше вот это чудо стоит по желтому ценнику 430 рублей. Ну, разница в 250 рублей между вот этим Стирсманом и Скотч Терьером. Ну, по-моему, Фоллерс и Лансенс я брал, по-моему, за 600. Сейчас вот в Ашана авиапарк. Вот. И я хочу вам сказать, ребята, что эта история, она… Честно говоря, отличается не на… Как бы разница в деньгах не равна разнице… Разница колоссальная в качестве. Да, во вкусе, в качестве, в близости к оригиналу, которым мы можем считать там настоящий скотч, да. Вот видим Лаусенс, да. Допустим, вот он стоит сколько стоит. У нас Лаусенс, Лаусенс, Лаусенс… Не списал. Ну ладно, потом найду я и скажу зрителям, сколько он стоит. Вот поэтому… В общем, совершенно интуитивно я расставил вот эти две группы. Значит, вот это не прошло конкурс… Сейчас мы услышим звук бьющихся бутылок. Ну, я надеюсь… Меня… Не обижайтесь, производители. Я вас очень уважаю. У вас есть отличные водки, отличные горькие настойки. Вот все эти заводы, которые сделали эти напитки. Вот. Ну, если вы туда уже полезли, вот в эту историю, связанную с искорями, понимаешь… Ну, как-то надо что-то делать, что-то думать головой. Тренироваться. Ну, его бывает привозят сильно концентрированные, его могут разводить немного. То есть, это нормально. То есть, там, водой его чуть-чуть снижать градус. Ну, разводить – это ничего. Но главное, чтобы он вкусным был. Так. Ну, что мы, Коля, с тобой сейчас сделаем? Да. То есть, мы сейчас сделаем… Конечно же… Продолжим издеваться над собой. Вот мысль. Все, сейчас мысль. Погоди. Мысль заключается в чем? В том, что вообще вот эта вся история, вот если разбираться в истории потребления… Посыл. Я так издалека начну. В истории потребления спиртных напитков, то у нас вот эта вся тема – лед, вот это там охлаждение сильно, это было все связано с тем, что раньше напитки были просто ужасные по вкусу. Особенно. Они были там сивушные, макла, головы, хвосты, вообще никто не отделял там. Такое творилось. Вот. И тогда же, особенности в Соединенных Штатах, которые отличаются, как известно, изобретательность, ну, они делают все только, чтобы не делать качественно, да, то есть, у них такие вот, ну, как бы… Они-то, по сути, и первые вели коктейльную культуру, придумали коктейли. То есть, коктейли – это было изобретение, которое просто сглаживало… Маскировка. Маскировало невкусный какой-то грязный этот сивушный вкус этих всех самогонок, этих вот ужасных бурбонов, которые, может быть, были чуть получше, чем стирсманы, там, но все равно, как бы, не отличались там особенной вкуснотой. Вот. И они стали их разводить, конечно же, чем? Чем могли разводить американцы? Соло. Соло. Да, вот. И теперь мы понимаем, что, как говорится, кока-колой не разбавь, все вкусно будет. Но все-таки мы будем экспериментировать с хорошими ребятами. Да. Поэтому давайте выбираем лучшую кока-колу, которые сейчас пришли на смену нашей оригинальной кока-коле и производят их в России. И тут… Так. Продолжаем. Продолжаем разговор. Ну, появились бокалы. Значит, Коль, расскажи, ты за кока-колу отвечал у нас? Да. Я отвечал за кока-колу, поэтому в самом-самом дальнем холодильнике свою. Угу. Нашел старорежимную, ну, что называется, кока-колу. Без сахара, правда. Которая… Zero. Но это так кока-колу. Я вот ее предлагаю, как мы отборвались с эталоном, давай вспомним, как она… Не знаю, пусть мы почувствуем что-то. Не, почувствуем как раз наоборот. Вот после сладкого напитка, то есть сахар забивает рецепторы и… Ну, здесь сахара нет. Хотя, на самом деле, там не сахароза, а фруктоза. Ну, кока-кола, кока-кола. Да? Такая немножко с горчиночкой. Что было приобретено в близлежащих магазинах… Давай покажи… Эконом-класса, наверное, правильно назвать, да? Добрый-кола. Добрый-кола. Кола-черноголовка. Кола-черноголовка. И кул-кола. Кул-кола. А кул-кола кто делает? А вот… Ну, почитай. Потому что это, понятно, черноголовка делает, это делает Добрый, делает… Питерский завод должен Мултон делать. Был такой, который Соки Добрый делает. Изготовитель Очакова. Кул-кола Очакова. А, Кул-кола Очакова. А это, ну-ка, Добрый. Добрый. Там у них несколько заводов, но концерн там как-то называется… Угу. 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 Россия, Самарская область. На заводе изготовления, смотри, на строке срока годности. Ну, это все не просто, короче. Да. Ну… Не докопаешься. Их очень много. Половина информации. Ну, ладно, давай пробовать, бог с ними. Да. Ну, с нее тогда и начнем. Да. Ну, это бренд и бренд, понимаешь, и даже завода не найдешь. Сок добрый. Да. Кола добрая. Как брызнет. Да. Слушай, может… Лед-то мы будем использовать? Слушай, лед можем использовать, но он пускай пока для красоты стоит, потому что лед, на самом деле… Так. Тут еще и сладкое. Мы сейчас не мешаем ничего. Да. Пробуем колы, скажем так… Лед, на самом деле, ребята, это, честно говоря, для дегустации вещь не очень хорошая. Как Коля, извинишь же, я тебя заставил наморозить льда. А-а-а. Слава богу, есть где. Так, кола добрый, пробуем. Ну, издалека напоминает, но потом вот эта вот горчинка, за которую всегда любишь, ее как-то и маловато, да? Больше сладости. Угу. Эти сладость уходят. Вот. Ну, в принципе, похоже. Нет такой какой-то в коле… Я нахожу в обычной коле некую такую даже резкость иногда. В обычном коле я нахожу резкость. Это такая круглая совсем. Так, давай я теперь открою черноголовку. Давай. Черноголовку, в принципе, я люблю. Ну, ты имеешь в виду напитки без остановки. Из черной головки. Ну, попробуем, что за колу получилось. Ну, ты знаешь, я думаю, что наши производители безалкогольных напитков, они просто, ну, восторжествовали, что они смогут повторить улики рецепт. Ну, на самом деле, вот насколько я понимаю, в этом рынке, то есть у них сразу прибегают поставщики концентратов и говорят, слушайте, ребята, да вообще… А у нас есть то же самое… Ни разу, да. Не плачьте, мы сейчас вам сделаем в лучшем виде. Так, давай кулычокнемся. С новым годом, да. С новым. По-детски. Я как на черноголовке, что они делаются, Байкал получается, да. Есть байкальная, да? Пошли-то она травок. В ретро-назальной, так сказать, плоскости, знаешь, что такое ретро-назальная? Ну, задний нос. Да, ну, то есть, как бы, после кого ты делаешь глоток, у тебя вкусовые еще идут. Дополняются, да. Мусоглоточные, да. Области и ароматы идут, как будто ты глоткой не хочешь. А тут еще газики помогают. Ну, в общем, черноголовка, что они делаются, все время Байкал получается. Травки чувствуют. Да, да, ну, вкусно. Честно, вообще, без балды, но вкусно. Но кока-коле, ну, тоже не до конца приблизилась. Так, и вот эта история, которую делают в Очакова. Ну, в Очакова это комбинат, наверное, легендарный, любимец москвичей. Квас, знаменитый очаковский. В общем, ну, и вообще, там, предприятие, которое до сих пор, в общем, никому не продалось, зарубежных капиталов там нет. Принадлежит, оно акционировано коллективом предприятии и так далее. Очень интересный такой завод. Пробуй. Давай. Некая резкость есть, про которую я говорю. Ну, да. Я бы, наверное, сказал, что действительно, вот эта кул-кола ближе всех подошла к... Ну, ты знаешь, мне кажется, они все на уровне. Ну, мне тоже не хватило чуть горчинки вот этой знаменитой кока-кольной. Где-то они ее так вот все-таки там делают, что вот она вот чуть-чуть вот так прям оттеняет. Вот, ну, мне кажется, что все три образца одинаково, одинаково, как бы в одинаковом таком весе находятся по качеству. Я бы никого не выделил, они все неплохи и все они не похожи на... Ну, как бы они похожи на кока-колу. Прямо совсем сто процентов не повторяют, это точно совершенно. Нет горчинки, нет вот этого, такого ощущения, зная, что ты вроде как будто и лекарство, и не лекарство, и вкусно, и полезно, и микстурности, да. Вот, слово правильно, микстурности нет. Ну, изначально-то, насколько легенда гласит. Вот, и все-таки я считаю, что просто выбирайте по цене, то есть кто подешевле, того и берите. Разницы особо вы не почувствуете. Вот, ну, для виски... Но все годны к употреблению. Да, ну, давай для виски возьмем, ну, там, кул-колу, например. Давай. Вот, потому что я разницы не вижу. Так, в чем мешает? Так, ну, да можем в этом покажи, в принципе, да. Из чего начнем? Слушай, я думаю, что, наверное... Давай, наверное, кто нашел? Лаусенс. Вот, ну, давай, Лаусенс, наверное. Так, мешать мы будем с тобой... Чмяк... Чмяк... Ну, где-то один к трех, в двум, да, наверное? То есть две части... Иначе мы не совсем... Я на глаз... Я на глаз... Не почувствую, мол, как будет. Я на глаз, да. Ну, давай один к одному тогда. Вот так примерно на глаз намешаю. А себе один к двум. А на детях там твоих будем испытывать или нет? Пусть живут. Ну, спокойно. Ну, а что там? Пусть лучше дома выпьют с отцом. Да. Чем где-то там в подворотне. У Холли трое детей, между прочим. И отец одиночка. Ну, можете напить. С Новым годом. Давай. С Новым годом. Да. Да. Кстати... Ну, ты знаешь, такая... Ну, во-первых, тут очень я смешал так сильно, да. Вот, ну, уже не противно. Ну, Лоусон-то и так был. Да. Но если еще льда бросить, то, в принципе, будет неплохо. Ну, что я тебе хочу сказать, что... Мне что не нравится, да, вот, если мы возьмем соотношение с обычной колой, вот эта горчинка коловская, она все-таки вот отыгрывала вот эту сладость, которая есть и в Вискаре, и здесь. А эта штука получилась сильно приторная. Она, вот, однозначно. Прям приторная-приторная, как бы. Я не знаю, какая спасена. Мед, патока, льдом, может быть. Очень сладко. Ну, если, ребята, будете добавлять лед, конечно, неплохо. Но я бы еще точно бросил бы лимона туда, хорошего. Такой кружочек. Даже лайма. Да. Или вот дольку лайма, да. Ну, лайм, можно лайм, можно лимон. Ну, кому как нравится. Мне вот лайм я не очень люблю. У меня такие плесневые в нем ноты есть. Не люблю. Для любителей поэкспериментировать. Можно я стащу еще мясо? Обязательно. Вот Коля выставил мясо. Вообще Коля охотник, это известный факт. Но вот он косулю не сам подстрелил, тебе прислали, да? И вот он прислали косулю закопченую. Я только к этой косуле прикладываюсь и прикладываюсь вообще. Я думаю, что может с моей подачи Коля вообще откроет свой канал и расскажет, какие всякие чудесные у него есть закуски тут и вообще. Спасибо Александру. Невесты России, выстраивайтесь в очередь. Косуля просто... Зачет. Да. Так, ну давай испытываем теперь фоулерс. Все-таки, мне кажется, он за счет своей... Идем по возрастающим. За счет своей вот этой истории, связанной с... Что-то ребята там... Так. Ммм... Да, давай. Мне кажется... По-другому звучит в стакане. Он, как тебе сказать, он побрутальнее. Все-таки у него вот эта спиртозность, может она как раз сыграет свою роль. Потому что мне, честно говоря, предыдущая композиция была очень приторная. Да, приторная. Ну, как я предвидел, так и получилось. Эта штука получилась поядреннее. Ммм... Горчинка появилась, значит. Да, да. И какой-то такой отзыв появился послевкусие. Но, честно говоря... И весьма приятная, карамельная. Да, да. Ну, вот как бы спирт все равно проступает даже сквозь колы. И вот эта вот брутальность... Ну, короче, таким коктейлем женщина не спорит, что она сразу почувствует, что там что-то не так в этом вопросе. Ну, что как-то ты пересаливаешь... Что-то ты, дружище, да. Да, наручишься. Или просто больше колы наливаете, вот поэтому... Как бы градусы у всех одинаковые. Кстати, какой градус у этих ребят, может, у них градус там... По ГОСТу не меньше 40 должно быть. Да ладно. 40 градусов, да, все правильно. Этот тоже. Так, давай попробуем нашего скотча нашего терьера. То есть пусть собачка тоже себя проявит как-то. Ну, вообще, в принципе... Да, наливай чуть-чуть. Ну, вот эти три напитка абсолютно вызывают уважение. Так что я думаю, что любой из них с колой справится на раз. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что все-таки вкусы-то разные, Коль. Абсолютно. Ну, первые два точно отличаются. Да. И мы, на самом деле, вот, можно там смеяться, ой, там, подумаешь, колой разводить виски, что за наука. А вкусы разные получаются. И играют по-разному. Это, может, как бы, сказаться... А с Новым годом, ну, уже раз пошла такая... С Новым годом. Это номер один. Однозначно. Ну, вообще. Вот, вот. Ты знаешь, прям попал и там, и там прям. И прямо после вкуса, как надо, прикинь. Я даже не знал, что он так наколил. Видно, ребята делали прям подколу специальную. Ребята, вот это топчик с колой. Вообще точно. Вот. Какой-то даже дымок появился там. Да, вообще даже, я даже и не понял, почему и откуда. Слушай, вот не хочется людей перегружать как бы лишней информации, но вот мне кажется, что вот если бы еще мы... Ну, мы, по-моему, уже точку поставили. Да. Ну, если бы мы еще все колы со всеми вискарями, ну, это просто, чтобы там многоселинная дегустация, короче. Короче. Ребята, экспериментируйте, пишите про свой опыт, который у вас был, какие смеси, какие наши виски, розлитые в России, у вас получилось попробовать, что вы о них думаете. И что получалось в итоге. Да, и что получалось, как вы смешиваете, может быть там один к двум, один к одному. Какие закуски, может быть, к вискарю, да, у вас вот вызывают. Вот мне понравилось, кстати, соленым попкорном вискарь закусывать. Виски-кола тоже соленым попкорным хорошо. Да. Косуля идет вообще ко всему. Саша, спасибо. Саша, спасибо. Вот, вот, не знаю, морковь ты сделал это что-то? Это морковь фри. Морковь фри. С белым перцем. Пассерованная? И солью. Нет, во фритюре жареная. Ммм. С белым перцем. Коляныч, может, я на тебя женюсь или выйду замуж за тебя? Ты за пропагандой не боишься? Мы сугубо натуралы. Не-не-не. Привет, дамам. У нас на двоих. Спасибо вам за то, что нас смотрите. Ждем вас снова. Обещаем делать очень много интересных материалов. Ну-ка, давай, да, приложимся еще раз к нашему идеалу. А в него мы колу лить не будем. Нет, вот это будет кощунство. Кстати, на протяжении всех вот этих... Вот Юр, просто вот от себя готов сказать. Канал твой, но скотч-терьер. Угу. Номер один. Кул-кола number one. Да, да, да. Ну, первое. Слушай, а я, кстати, сейчас, прости, я сейчас вот еще возьму вот этой морковки, которую ты сделал. Я хочу сказать... Да. Заходят? Первый раз готовил. Я хочу тебе сказать, что она с вискарем вообще... Это вообще находка. Белый перец не перебивает, ничего? Нет. У него специфический аромат. Во-первых, ты его не переложил. Во-вторых, он входит вот в гармонию с этой горчинкой и гарностью такой вискаря. Дай-ка мне вилочку. А морква дает складость. Вот возьми... Она сама дам. Да, и сделай сейчас. Вот, нормальный укус. Ну, за фарфмак не скажу. Но я все-таки предлагаю тебе рецепт, потому что вот поставить такую закуску, и это вообще будет на Новый год топчиком, помимо всех оливьешек там и прочего. То есть люди будут только это есть, потому что вообще жрать-то новогоднюю ночь, это как бы как цыку издаешь последнее дело. По ночам мы что-то уже перестали есть, и вдруг раз в году набить брюхо. А такую легкую закусочку, какое-то мясо элегантное, фарфмак. В общем, Коля, даешь рецепт, я тогда людям покажу его. Вот эта морковка, пассерованная, идеально вообще. Не пассерованная. Я просто позвонил Коле, сказал, Коля, у нас вискарикулы. Я сказал, я что-нибудь придумаю. Вот он придумал, и это придумал, и вообще получилось просто суперски, на самом деле. Ну, на самом деле, это-то придумал не я. Я придумал набор, что сделать. Ну, это я опять не буду скрывать. Из того же источника, из свежего гайда по специям. Илья Исаакиевич, спасибо. Да, да. Ну, люди уже разгадали, что Коля поклонник Лазерсона. В общем, я думаю, что когда-нибудь мы что-нибудь вместе заснимем с господином Лазерсоном. Так что, ребята, ну что, с Новым Годом! Вас поздравляют замечательные новогодние гномики. Давай все-таки чивы с 18-летней, да, позволим себе и начнем потихоньку готовиться к празднику. Ура! С Новым Годом! Ура!